Продолжаем готовиться к приближающимся новогодним праздникам. И сегодня у меня для вас сразу три очень вкусных рецепта салата и закусок из сельди на праздничный стол, которые вы можете включить в свое новогоднее меню. Всем привет! Меня зовут Юля и вы на канале Simple Food. А начнем мы с самого яркого, нарядного и необычного салата. Как всегда, простые и доступные ингредиенты и готовится все очень просто. Нарезаем сельдь на небольшие кусочки. Будет достаточно двух небольших филе. Нарезать нужно не сильно крупно. Вот так как у меня получилось. Нарезанную сельдь высыпаем в салатник. Теперь нарезаем запеченный картофель. В одном из предыдущих видео я подробно рассказывала, как и почему я запекаю овощи, а не отвариваю их для всех салатов. Ссылку оставлю под видео в описании. Если пропустили, рекомендую посмотреть. Картофель тоже нарезаем на средние кусочки. Будет достаточно двух-трех картофелин среднего размера. Выкладываем нарезанный картофель в салатник. Теперь нам нужно нарезать несколько соленых огурчиков. Можно использовать и маринованные. Нарезанные огурцы тоже выкладываем в салатник. Также в этот салат я обязательно добавляю одно небольшое яблоко. Я очищаю кожицу и нарезаю достаточно мелко. Уже нарезанное яблоко я сбрызгиваю лимонным соком. И так яблоко не потемнеет в салате. Выкладываем нарезанное яблоко в салатник. И еще нужно нарезать одну среднюю луковицу. Нарезаем достаточно мелко. Нарезанный лук тоже сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока. И выкладываем в салатник. Заправляю салат своим любимым соусом на основе сметаны и горчицы. Конечно, можно заправить и майонезом. Но тогда лучше уже домашнего приготовления. Рецепт в описании под видео. Все хорошо перемешиваем. Запеченную свеклу нарезаем мелкими кубиками и выкладываем в глубокий салатник. Нарезанную свеклу поливаем лимонным соком. Сюда же добавляем растительное масло. Немного солим и хорошо перемешиваем. Салат выкладываем на овальное блюдо. Придаем салату равномерную форму ложкой. При помощи ложки намечаем на салате 5-6 бороздок. И делаем их немного глубже и шире. Так, чтобы можно было удобно выложить свеклу. Подготовленную свеклу аккуратно выкладываем в бороздки на салате. Мелко нарезаем свежую зелень. У меня это зеленый лук и укроп. Теперь украшаем яркой зеленью наш салат. Вот и все. Обалденный салат с селедкой готов. Он точно удивит вас своим легким и необычным вкусом. Яблоко добавляет салату свежесть и приятную кислинку. А необычное оформление украсит любой праздничный стол. Обязательно возьмите на заметку этот необычный салат с селедкой. Это очень вкусно, красиво, быстро и абсолютно не сложно. А теперь давайте приготовим закуску с селедкой в необычной подаче. Этот салат-закуска прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов. А на столе смотрится очень ярко и красиво. Давайте готовить! В глубокую миску выкладываем запеченный картофель, натертый на крупной терке. Яйца, сваренные вкрутую, тоже натертые на терке. И филе сельди, нарезанное мелкими кусочками. Добавляем кусочек плавленого сыра и сливочное масло. Все тщательно перемешиваем. Влажными чистыми руками сформируем шарики размером чуть больше грецкого ореха. И обваливаем их в укропе. Посмотрите, какая яркая аппетитная закуска у нас получилась. Такой салат-закуска, несомненно, вызовет восторг у гостей, как внешним видом, так и вкусом. Это прекрасная, яркая и очень вкусная закуска на любой праздничный стол. Особенно для новогодней ночи. И, конечно, сейчас приготовим обязательный салат на новогоднем столе. Это селедка под шубой. Путем долгих экспериментов я вывела для себя идеальный вариант селедки под шубой. Попробуйте, а вдруг и вам понравится. В моей семье этот салат улетает очень быстро. Овощи для салата мы тоже будем запекать. Заворачиваем фольгу и отправляем в духовку примерно на час. Пока запекаются овощи, займемся рыбой. Предварительно очищенную селедку нарезаем на мелкие кусочки. Рекомендую готовить этот салат в перчатках, так как запах рыбки и яркие овощи еще долго будут напоминать вам о процессе приготовления. Теперь подготовим лук. Берем одну небольшую луковицу и нарезаем ее достаточно крупно. Можно полукольцами, а можно так, как делаю я. Я люблю, когда лук хорошо чувствуется в салате. Он в сочетании с селедкой создает божественный вкус. Далее нарезанный лук заливаем 1-2 столовыми ложками винного или яблочного уксуса. Оставляем мариноваться минут на 10-15. А пока займемся овощами. Уже готовую и очищенную морковь натираем на крупной терке. Точно так же натираем очищенный и запеченный картофель и свеклу. Это самый трудоемкий процесс в приготовлении новогодних салатов. Можно подготовить все овощи заранее, а сервировать блюдо за несколько часов до застолья и самой подачи. Уже отваренные вкрутую яйца разделяем на желтки и белки. Желтки разминаем вилкой в мелкую крошку. Их мы будем использовать для украшения. А белки натираем на крупной терке. Теперь самый ответственный этап. Собираем салат. Я буду использовать сервировочное кольцо. На дно выкладываю картофель. Хорошо прижимаю ложкой и смазываю тем самым соусом со сметаной. Можно, конечно, использовать домашний майонез. Но так салат получается значительно легче и по вкусу никто не догадается, что вы заменили достаточно спорный йогурт на такой полезный соус. Далее выкладываем селедку. Сверху маринованный лучок и все хорошо прижимаем по периметру. Теперь выкладываем морковь. Посмотрите, как она хорошо сохранила свой цвет благодаря запеканию. И на вкус она гораздо вкуснее. Попробуйте обязательно так подготовить овощи для салата. Я уверена, вам понравится. Морковь сверху хорошо смазываем соусом. Следующий слой – это натертые белки. Их тоже хорошо смазываем соусом. Самый верхний и самый яркий слой – это, конечно же, натертые свекла. Выкладываем и хорошо прижимаем. Сверху, конечно, обильно смазываем майонезом. Теперь аккуратно вынимаем кольцо. Всегда немного волнуюсь в этот момент, чтобы салат сохранил свою форму. Но, как видите, все очень хорошо получилось. Сверху салат украшаем желтком. Из указанного количества ингредиентов я обычно делаю несколько таких порционных тарелочек на стол. Их удобно разложить на столе и выглядит все очень нарядно и аккуратно. Совсем скоро вас ждет полноценное новогоднее меню. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить это видео. Ставьте лайк, если вам понравились рецепты. И до новых встреч! Пока-пока!